98 объектов самовольного строительства, из которых 69 капитальных и 27 некапитальных, выявлены на территории Анапы и Анапского района. Цифры на планерном совещании озвучил исполняющий обязанности начальника управления муниципального контроля Кирилл Бережной. Борьбу с самовольным строительством ведут строго в рамках закона. Специалисты администрации подают заявление в суды о сносе незаконно возведенных объектов. В настоящий момент общее количество гражданских дел о сносе самовольно возведенных объектов, находящихся на рассмотрении судов, составляет 71 дел. Из них по многоквартирным жилым домам 16, низко по демонтажам некапитальных объектов 18, низко по признанию правил собственности на самовольно возведенных объектов 12, из которых один многоквартирный жилой дом. Обновленный список самостроев, а также информация о принимаемых городскими властями мерах в отношении застройщиков-нарушителей находится в открытом доступе на официальном сайте администрации. За 4 месяца этого года демонтированы 23 некапитальных объекта. В суды передано 8 исковых заявлений об освобождении ливневого канала Витязевского лимана путем сноса возведенных на нем капитальных строений, по 7 из которых требования администрации удовлетворены, одно находится на рассмотрении в суде. Для улучшения качества работы с 5 мая 2014 года начал работу сформированный в составе управления отдел обеспечения соблюдения правил благоустройства начальника отдела Варкеваняна Артур Валерьевич. На базе отдела обеспечения соблюдения правил благоустройства формируется 7 мобильных двух, каждый из которых закрепляется за определенной территорией. За самостроями организуют и народный контроль. Сейчас система проходит тестирование. Через 10 дней она будет доступна каждому анапчанину, имеющему доступ в интернет. Алгоритм работы новой системы «Прост» на официальном сайте будет размещен баннер «Народный контроль за самовольным строительством», кликая на который пользователь попадет в специальный раздел. На интерактивной карте пользователь сети интернет может добавить адрес здания, которое вызывает у него подозрения. Информацию получат в управлении муниципального контроля и включат объект в план проверки. Результаты также будут размещены на сайте.